Всем привет народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Итак, куда мы поедем? Я не помню куда мы ездили. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик! Блин, а куда мы реально ездили? Мы по-моему ездили... Куда-то сюда. Или в Мадрид. Не, Мадрид по-любому был открыт. Причем мы ездили или сюда наверх, вот сюда вот, в Бургас. Или вот сюда, по-моему. А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игры AlexStore. Ссылка в описании. Я реально не помню. Ладно, давайте что-нибудь сейчас найдемся по перевозкам. Ух ты. По-моему, по этому маршруту мы уже катались. Мне 722 не потяну. Давайте что-то поскромнее немножко. 304. О, 51 тонна. И смотрите. 1, 2. Два города. Погнали. Два города, 51 тонна. По расходу сейчас будет интересно. Кстати, на Вольво, по-моему, по расходу еще не катались. О, старенький Вольвешник. Так, время. Воскресенье 15.41. В смысле? Что, у нас 5 часов осталось, что ли? 6 часов осталось. Отлично. 6 часов. Ну, реально ведь плитами загрузились. Где выезд? Выезд, судя по всему, где-то здесь. Вот эти, как их там называют? Плиты перекрытия, по-моему, да? Или как их там? Сколько? А, нифига не длинные. 1, 2, 3, 4, 5. 9 штук. 9 штук. Так, куда ехать? А, я понял. Я не увидел те ворота. Я почему-то подумал, что нам куда-то сюда. Так, давайте чекать салон. Блин, за рулем нифига не видно. Ух ты, так у нас еще и прицеп поворотный. Так, 555 литров, будем считать, было. На 1300 км хватит. Ну, короче, топлива нам по-любому хватит. Хотя в простой серии я точно так же говорил, в итоге не хватило. Так, моментальный 700 только что был. То есть, средний сейчас 188. Ничего так расходик. Блин, нифига, такой крен, будто мы сейчас завалимся, но мы не можем завалиться. Не та высота, чтобы падать куда-то. Давайте ползти. Не знаю, даже снаружи будем ехать или из салона. Ну, по городу, наверное, будем из салона кататься. По трассе будем где-то снаружи. Железка. Блин, знакомое место. А хотя нет, смотрите, карта отметилась, ну, круг отметился. То есть, сюда мы еще не заезжали. Где-то в другом месте мы ездили. Так, а что у нас по бабкам? 114 тысяч. На гараж нам еще не хватает. Сколько? 65 тысяч не хватает на гараж. А, крестики. Подумал, можно заехать. Сразу же за мышку схватился. Смотреть, чтобы... Так, куда-то налево нужно. Ух ты, дом на колесах. Что-то раньше их, по-моему, не видел. Вот эта штука красная похожа на КамАЗ, мне кажется. Порта Весуэ. Лизбова, это Лиссабон, что ли? Сканья, сейчас в бочину заедет. Смотрите, прицеп новый какой-то. Или был такой? Так, у нас средний пока что 120. По-моему, у нас 120, среднего еще не было нигде. Вроде бы с поездом у нас получилось 75. Но хотя мы сейчас только по городу катаемся. Может, мы сейчас на трассу выйдем, может, будет более экономно. Каимбра. Блин, реально не помню этот город, вообще не помню. Но мы тут были явно. Раз мать сюда, берем груз. Фордяк. Прижали немножко, он испугался там. Так, давайте Ф3. Будем снаружи смотреть. Нигде спать не будем, потому что времени на это нет. И что-то у нас, как бы, немножко шире груз, чем прицепы. Ниаких флажков нет. Автобусы стоят снизу какие-то. Наверное, автовокзал какой-то. Видите, да, смотрите, толпа какая их. Штук 10, наверное. Река. Что-то тут намыто после моста, и там точно так же. Тоже, смотрите, мостик синенький. Блин, слушайте, а мы можем завалиться, походу. Ай. Мы реально можем завалиться, потому что сейчас, когда направо поворачивал, я офигел. Мороженое с малиной. Минус знак. Нет, объехал. На удивление. Кольцо, кстати, большое. Пешеходный мостик. Почему тут так сделано? Или так везде? А, так везде. Я просто смотрю, что между собой не скреплены перила. Вот это вот прикольная штука. Когда за сеткой навалены камни, оно реально выглядит прикольно. Такое, кстати, много где сейчас делают. Но у них, судя по тому, что вот так вот сделано, здесь, наверное, так было уже очень давно. Просто никто такое не использовал. Ух ты, 750. Это мощное, наверное. Вольвешка. Но по факту обычное. 50 тонн, я думаю, ее очень тяжело тащить. Так, по этой трассе мы не ездили. Ох, нифига себе. Там еще Фурики ездят. Откуда он едет? Там раз дорога какая-то была. Так. Платка. Так, платочка. Слушайте, у нас по-прежнему 120 литров. А, нет, смотрите, как активно падает. Наверное, за счет пробега маленького. О, блин, я же забыл, что мы не в Испании. Поэтому и платка такая, что можно пролетать. Так, нам прямо. Лисбоа. Лисбоа. Лиссабон или что это? Лисбоа. Да, Лиссабон. Точно. Я же говорю, что-то на Лиссабон похоже. Слушайте, ну дури много, потому что очень активно прет на этот подъем. И скорость упала всего лишь на 2 км в час. Не знаю, какой там расход сейчас. Ого. Чуть не завалился. Блин, реально неустойчивый. Трасса открытая такая, без отбойников. Аж непривычно. Но, кстати, выглядит такая трасса поинтересней. Нормально он выехал перед автобусом. Причем автобус, по-моему, это нифига не засмущало. Кстати, подожди, 555 литров. Нам может не хватить. Или хватит. Но, учитывая, что сейчас средняя сотка, то должно хватить. Офигеть тут дорог. Везде просто. Ого. Наверное, туда же плиты везет. Хотя это плиты больше похожи для моста, для кого-то. У нас именно для здания плиты. Перекрытие. Диванчик кожаный. Реклама. Руины какие-то в деревне. О, вот тут горизонт более-менее нормальный сделан. И вот тут горизонт нормальный сделан. Ну да, видно его границу, но он хотя бы достаточно далеко. И это не выглядит как-то недоделано. Тут нормально все. Ну, потому что это не Испания. Наверное. Хотя Лиссабон, наверное, Испания. Балтаморск. Как ты сюда попал, скажи мне, пожалуйста. Как он сюда реально попал. Нифига, у него голод резины стоит. У нас почему-то такого не слышно. 123 топим. Ну, смотри, уже меньше, чем 90 литров. Но 75 по-любому не будет. То есть даже с поездом 60-тонным, на чем мы там ехали, я не помню, это было экономнее, чем сейчас на Вольво. Блин, будет смешно, конечно, если бы мы на таком же Вольво там ехали. Хотя вряд ли. Лиссабон проезжаем. Да, ну а Лиссабон это не Испания? Мне кажется, Испания. Но просто я вижу, что здесь можно так проехать. Тут как-то аж странно и непривычно. Так, индустриальная зона направо. Видите, да, как все разделено. Блин, тут здесь колец просто валом. Наверное, никто не хотел ставить светофоры. О, а прямо вдалеке, смотрите, дымка есть. Или то кажется так. Ну, кажется, немного есть. Прямо. Ну, Лиссабон, скорее всего, я думаю, что какой-нибудь огромный здесь город. Сомневаюсь, что он будет какой-то мелкий. Да и плюс видно, что он прям со всех сторон здесь. О, смотрите, снова голубой дав. Помните, мы такой же видели в прошлой серии? Ну, знакомая штука. Те, кто играет в Forza Horizon 4, думаю, точно вспомнят. По-моему, Black играет в Forza Horizon 4. Для него эта штука, она будет знакомая. Если он под поезд бросался. Еще мостик какой-то. Слушайте, но дорог здесь, пересекающих, огромное количество, по которым ездить нельзя. Ох ты, блин. Кажется, мы заваливаемся. Ох ты, блин. Капец. Просто валится. У меня такое ощущение, что у меня тачка завалена налево. Вам так не кажется? 0% офигеть. Нормально все? Не, вроде ровненько. Блин, по ощущению из салона она завалена налево. Не, понятное дело, что я сейчас поворачиваю, но... Вот это у меня уже глюки какие-то, походу. Вот, смотрите, вот горизонт воды просто. Ну, типа, блин. Почему дальше не сделать? Ты просто четко видишь границу карты. Ну, вот дальше протяните фиг знает куда. Просто море сделайте. И здесь. И горы даже пустые. О! Статуя. Блин, по-моему, как в Бразилии, да? Вот этот чувак стоит. Один в один прям. Только уменьшенный. Ух ты. Смотрите, как мы платку объезжаем. Так, 126 км осталось. Ну, вроде бы уже немного. Снова этот же диван продают. 300 евро. Слушайте, по-моему, неплохой за 300 евро диванчик. Только название, конечно, не очень у него. Чисто из-за названия можно не брать. Может, мне кажется, никто не захочет диван с таким названием. Сейчас он начинает прокидываться. 120 я понял уже, что это слишком высокая скорость для поворота. кофеечек. Ой, что это было? А, поезд. Думаю, что за звуки. Не вижу поезда. Вижу, что это сверху колея идет. Но я думал, что это обычная дорога. И слышу звук. Потом посмотрел, увидел поезд. Такой, а теперь понятно, что за звуки там. Эх, капец. Курса до пинтура. Так, вот река какая-то, или что это такое за яма? А, нет, просто ямка. Да, думал, река. Стройчка. Ну, тут, по-моему, не видно особо глюков. Вот такое, то, что было конкретно заметно, это вода. А то, что ее было мало там. Да и все. Ой-ой-ой. Слушайте, по-моему, удобно облокачиваться на этой вольфе с этим грузом, потому что ничего не происходит, ничего не ломается. Даже ударов нет. Просто берешь, облокотился и поехал. Так, здесь мы прямо можем проехать? Смотрите, просто как ее раскачать можно. Так, нет, тут надо ровненько проехать. Так, вы приближали. То есть, сейчас мы проехали эту фигню, и нам написали, что мы приближаемся к началу участка, платной дороги. Офигеть, еле оттормозился. О, зеленый мост. Смотрите, здесь, короче, зеленые мосты. Вот это был зеленый, тут зеленый. Вот зеленый. В этом есть какой-то прикол. Стоп, а где мы сейчас едем? А, то есть, мы сейчас еще по этому... Как оно, в Португалии или как оно называется? То есть, Лиссабон в Португалии, я думал, в Испании. То есть, в Испании синие мосты, здесь зеленые. Окей. Чтоб люди понимали, где они находятся по цвету моста. Испанха. Короче, типа Испания... Я уже читаю, говорю, точнее, так же, как там написано. Говорю, Испания, а не Испания. 40 км ехать. Что-то вроде бы, как бы мы уже должны были приехать. Учитывая, что 40 км должны по городу ехать. Что-то по карте смотришь, там конца и края нету этой дороги. Снова зеленый мост. Блин, реально везде зеленые. На горе вон какой-то замок стоит. Что-то ярко-оранжевое есть. Думаю, смысла туда не отлететь, потому что он очень далеко. Вряд ли там все хорошо прорисовано. А, то крыши зданий. То крыши зданий. Что-то там написано. Непонятно, что написано. Но мы можем проехать, как всегда, без остановки. 15 евро. Нормально. Так, да, мы приехали. Мы почти приехали. Короче, снаружи уже ехать не буду, потому что мы тоже считать по городу ползем. Хотя больше по карте похоже на деревню на какую-то. Ой, не по карте, а вот по внешнему виду. Так, надо, по-моему, чуть помедленнее. Скорые даже катаются. Так, заправочка. Кстати, что по топливу осталось? Что у нас по топливу? 322 литра. А было 555, можно сказать. То есть, итого. 150, 250 литров мы потратили. Ну, сейчас пока доедем, как раз 250-й получится. А трип не помню, какой был. Если трип нету. Нет, трипа нету. Но средний 77 литров. То есть, ну, 210, допустим, если уйдет, то 300 км. Ну да, где-то поездка у нас и была. 300 км. А, стоп, я по 70 почитал. Почти 80. Ну да, 300 чем-то км. Какие-то торговые центры здесь огромные. Причем, смотрите, все с навесами. Проехал. Вальвешник, ты, блин, или пропусти, или ехать. Ползет потихоньку. Ну, тут тоже какая-то промышленная зона. Сплошные офисы, торговые центры вон. И все, больше ничего нет. Так, что по топливу. В средний сейчас, конечно, наверное, вырастет очень сильно. Хотя больше 80 не будет. Но все равно больше, чем на прошлой поездке. Хотя, возможно, мы просто мало проехались по трассе. По городу, понятное дело, что будет расти. По трассе, соответственно, будет падать. Так. Ну, что у нас тут выходит? Не парковать. Хм, 48. Я думал, будет тяжело. Короче, привезти, наверное, сколько-то тяжелых грузов. 305 км. Отлично. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.